Леонардо да Винчи Поэтому сегодня я надеюсь, что данная лекция для вас будет интересна тем, что, во-первых, конечно же, здесь надо будет делать. Она будет чем-то похожа, как читают коучи, но я не коуч, я просто художник. И прочитав одну книгу, мне стало интересно поделиться с ней, точнее с вами, что было в ней написано. Так, как прокачать себя до уровня Леонардо да Винчи? В общем, первая картинка, вы уже поняли, что я еще не достигла уровня рисования на да Винчи. Когда я предложила тему прочитать на курилке, я очень испугалась, потому что Змитер мне сказал, что нельзя про религию, про секты, а мне хотелось в свою секту взять кого-нибудь. И, в общем, у меня было ощущение, что у меня выпал мозг, и кто-то мне его пытается как-то вернуть обратно, да, что у меня он выпал, и нужно как-то собраться и создать данную лекцию. Мы сегодня будем говорить с вами о семи принципах, которые выделил Майкл Гелп. Книга, которую вы сможете познакомиться, будет также в ссылке, то есть узнать, да. И сегодня первый наш принцип – это курьозита, извините за мой итальянский, ненасытно-любознательный подход к жизни, неустанный поиск и неистребимая жажда учения. Леонардо называл себя учеником опыта. Что это значит? То есть все вопросы, которые он занимал, да, и которые отвечал, он постоянно записывал, изучал их на собственном опыте в плане подкрепления доказательств. И, естественно, все мы его умозаключения можем наблюдать в оставшихся дневниках, которые остались после него. Как вы видите, здесь небольшая эволюционная цепочка, да, есть выживать и размножаться, и в дальнейшем уже человек задает вопросом, зачем я здесь. Чтобы развить данный принцип, нам необходимо, то есть сам Майкл Гепп советует записать первые 100 вопросов, которые у нас возникают просто из головы. Неважно, насколько они логично будут построены, насколько они будут, в принципе, занимать наш ум. Просто 100 первых вопросов. Из этих 100 вопросов выделить 10, которые больше всего откликаются у вас эмоционально. И в дальнейшем можно сразу не отвечать на них, да, то есть просто выделить 10 вопросов. Следующее – это поработать с точки зрения с этими вопросами, можно из 10, можно выделить какой-то собственный другой вопрос. Это, например, поток сознания, да, когда у нас есть какой-то вопрос, и мы, например, описываем все, что мы чувствуем, что мы понимаем, связанное с этим вопросом. Следующее – это медитация, это концентрированное мышление, то есть когда на заданный вопрос мы, например, начинаем медитировать, да, в более спокойном состоянии и думать об ответе на данный вопрос. Следующее также – это, во-первых, изучение других культур, да, то есть насколько мы можем использовать знания и опыт других культур, существующих и которые уже исчезли. Следующий наш принцип – это демонстрационная глубоко укоренившаяся привычка проверять свои знания реальным опытом жизни, настойчивость и готовность учиться на собственных ошибках. Здесь очень важно нужно отмечать, что каждый из нас, когда задается вопросом, либо когда что-то изучает, он может также и ошибаться, находить некие факты, да, и, естественно, допустим, мы должны понимать, откуда возникли наши знания, которые мы знаем, насколько влияют на нас СМИ, люди, наш собственный опыт, на наше теперешнее мнение, откуда возникли те знания, которые мы сейчас используем. Здесь мы можем как, в принципе, да, изучить собственный опыт или же познать и развить это. Естественно, насколько, например, такое упражнение или же задание, собственно, себе можно задать, да, это когда мы начинаем изучать опыт, который у нас есть теперь, то есть отвечать на вопрос, откуда это пошло, откуда пошло это знание, на что, на, как влияет окружение на то, как я сейчас думаю. Развивать в себе некое, допустим, антирекламное, то есть антирекламное боевое искусство, да. Мы, я думаю, что это не секрет, что задача рекламщиков – это навязать нам нужную им систему ценностей. И, естественно, мы должны, задавая, допустим, себе вопрос, почему, когда я вижу рекламу, она меня чем-то цепляет, почему я хочу купить эту вещь, или же почему сейчас это хайп, да, почему это сейчас модно, сейчас очень модно рэперские баттлы, да, Оксимирон, гнойны и так далее, почему это сейчас в тренде, да, и то есть задаваться таким вопросом. Следующий момент, да, сенсационное, постоянное совершенствование органов чувств, особенно зрения, с целью достичь большей свежести, непосредственности нашего чувственного опыта. Я думаю, что, в принципе, здесь достаточно все понятно. Каждый из наших чувств является ключами к дверям опыта. И наши чувства – это проводники к удовольствию и боли. Здесь мы с вами можем выделить пять основных чувств, да, это зрение, слух, осязание, вкус и запах. Леонардо да Винчи выделял особенно зрение. И у него был такой девиз Саппер Ведера – знать, как видеть. То есть зрение – это проводник к прекрасному в нашем мире. И он очень глубоко изучал природу. То есть фактически Леонардо – это скорее ученик не только опыта, но еще и самой природы, так как он наблюдал ее, изучал и постигал, и потом переносил это в свои работы. Мы поговорим с вами о каждом из этих чувств. Зрение. Здесь, в принципе, его развитие, я думаю, что есть упражнения, которые мы знаем с вами из времен школы. Это когда посмотреть близь, либо вдаль, либо, например, можно сравнение художественных картин. То есть почему нам нравится тот или иной, то есть мы здесь уже рассматриваем визуальное искусство. Почему нас цепляет одна картина, а не другая? Почему в музее мы проходим мимо этой картины, а мимо этой мы останавливаемся? Прежде чем назвать, точнее, прочитать название какой-то определенной картины, нам необходимо постараться самостоятельно прочувствовать ее, найти название ей. Почему художник использовал именно эти цвета? Почему, например, нас данные мазки и цвета, и, может быть, направление цепляет? Тем самым мы также будем развивать не только зрение, но и некий свой собственный опыт в познании искусства. Слух. А, и, в принципе, еще про зрение. То, что когда мы начинаем изучать любимых своих художников, мы также расширяем свой опыт и знание, и понимание искусства. Слух. Здесь можно поговорить как раз-таки о не только звуках, но и о, когда нет звука. То есть о тишине, состоянии тишины и пребывания в тишине. Также есть упражнения, например, когда мы можем использовать слоистое слушание. То есть когда от громких до низких частот, либо звуков. Нахождение в состоянии медитации и в окружении полной тишины. Ну, вакуум, конечно, не получится, но все же. И наблюдение, и изучение также музыкальных произведений. То есть изучение стилей и направлений. Понимание, почему мне нравится тот или иной музыкант. Чем меня цепляет то или иное направление. Это навязано современностью, либо это как-то, может быть, в детстве что-то было, допустим, родители слушали, и на меня это очень сильно повлияло. То есть вот эти все вопросы, когда мы изучаем какое-либо направление, они также важны в развитии слуха именно. Вкус. Что здесь? О вкусе здесь, в принципе, я думаю, что можно также порассуждать. Каждый из этих чувств очень чем-то схожи. То есть те же вопросы, но задача изучения немножко другое. Насчет вкуса. Здесь также вопрос. Чем мне нравится горькое, кислое, сладкое? Почему, например, я не люблю, я нормально отношусь, но не знаю, к овсянке с комочками. Почему я могу сказать, что это фу? Почему мне нравится, например, текила, а не водка или что-нибудь такое? Все что угодно. То есть здесь важны любые как раз-таки ваши собственные наблюдения, связанные со вкусом. И, естественно, каждый из этих наблюдений, в данном случае Леонардо, он записывал и фиксировал в своих тетрадях и дневниках. И Леонардо да Винчи был достаточно, не то что, допустим, как это сказать, любопытен. Он был любопытен и задавался очень многим вопросом. Он был вегетарианцем, таким большим эстетом и хорошо готовил. И поэтому фактически он записывал свои наблюдения вкусовых, каких-то ассоциаций, связанные с тем или иным продуктом, например. Осязание. Здесь мы можем говорить о том, какие предметы и какие ощущения у нас возникают при том, когда мы, например, осязаем те или иные предметы, вещи, когда мы находимся на природе, приятно ли неприятно, например, когда мы лежим на траве, допустим, фактура травы, деревьев, коры и так далее. То есть здесь мы таким образом можем познать и как-то изучить этот вопрос. Леонардо считал, что, ну, даже не то чтобы считал, он создавал собственные ароматы, и один из таких составов, которые он записал, это полить на руки розовую воду и растереть между ними веточку лаванды. Что здесь получается? Запах. Это также вопрос, как и в предыдущих, да? Почему мне нравятся те или иные запахи? Почему, например, даже сейчас, какой сейчас вы ощущаете запах? Мы же никогда не останавливаемся, да? То есть если какие-то резкие запахи возникают вокруг нас, тогда мы как-то реагируем. А когда у нас всё спокойно, то мы, в принципе, никак особо не обращаем внимания на эти вещи. Но, в принципе, если мы задаемся вопросом, например, да, какой запах мне приятен? История ароматерапии, да? То есть создание собственного запаха. Таким образом мы также можем развить данное направление. Ну и здесь самое важное – это синстезия. То есть взаимодействие и когда мы используем несколько чувств вместе. Например, нарисовать запах, отразить музыку в запахе, нарисовать мелодию. То есть когда мы используем или, точнее, хотим отобразить какой-то аромат, либо звук, либо вкус, используя другое чувство. С фумата. В буквальном переводе всё пошло прахом. Готовность безропотно принять, всяческую неопределённость, парадоксальность и двойственность. Я думаю, в принципе, здесь достаточно известно, что Леонардо да Винчи создал такое направление в живописи, как в сфумата. Это тонкое наслоение масляного слоя. Таким образом создаётся впечатление некой… То есть в работе нет границ, некая неопределённость, загадочность. И здесь мы задаёмся тем вопросом, как часто мы находимся в таком состоянии, в этой неопределённости. И здесь очень важно как раз-таки научиться сохранять спокойное состояние, когда, например, нам неизвестный исход каких-то наших действий, либо вообще бездействия. Что это может быть? Например, экзамен, когда мы не знаем, какую оценку мы получим. Либо мы, например, знаем, что если мы плохо сдадим этот экзамен, мы уже будем знать, что мама поругает, отец сдаст хлыста. И таким образом фактически мы начинаем заранее себя настраивать на некую неудачу и ошибку. Но в данном случае человек как раз-таки, человек опыта, человек, который задаётся постоянно вопросами о происхождении того или иного события, либо ситуации, учится находиться в данной неопределённости. То есть задаваться вопросом, как сохранить некое спокойное состояние ума и настроить себя на более позитивное отношение к своему действу либо опыту. Согласитесь, порой мы боимся не исхода события, а то, как мы отнесёмся к этому событию. То есть как мы отнесёмся к исходу. То есть мы не знаем, хорошо ли, плохо, но и в то же время мы можем предполагать, что мы сразу будем расстраиваться, либо мы сразу будем радоваться. То есть либо плохо, либо хорошо, и сразу реакция. Но если мы себя заранее будем настраивать на то, что какой бы ни был исход, то я, например, не буду себя гнобить, ругать, либо как-то загонять в угол эмоциональный, тем самым как раз-таки мы будем развивать данное направление и данный принцип. И здесь в данном принципе есть ещё такое упражнение, как инкубация и интуиция. Что значит? Это чередование интенсивной работы и отдыха. То есть когда мы, например, очень активно или интенсивно работаем и решаем какую-то задачу, и уже, допустим, поработав даже 20 минут, либо вот есть такая методика помидора, там чередование как раз-таки вот этих отдыха и работы. Когда мы с вами поработаем, мы начинаем, точнее, как процесс отдыха и немножко расслабление, уход от этой какой-то нашей задачи. То есть можно, допустим, перейти на… сменить сферу, допустим, какой-то деятельности в данный момент. Тем самым мы отдохнём и сможем решить предыдущий вопрос более продуктивнее. У Леонардо было очень часто таких не совсем приятных моментов, когда его заказчики на него сильно ругались и заставляли его работать как, так сказать, чернорабочий. То есть бедняки, которые необходимо было выживать, потому как он мог поработать, допустим, час-два, а потом весь оставшийся день гулять, размышлять, записывать что-нибудь, какие-то свои наблюдения, мечтания. И здесь как раз-таки в этом деле очень важно то, что присутствует интенсивная работа. Потому что если у нас не будет интенсивной работы, то и раздумывать будет нам не о чем. Я могу привести ещё пример из работы художника. Когда создаётся какая-то работа, первое, мы… То есть художник, он, естественно, вынашивает некую идею. В дальнейшем он может эту идею перенести на бумагу, там, в черновик, неважно. Следующее – это перенос черновика уже на холст. И последнее – это уже интенсивная работа над, получается, живописной либо графической работой. И завершающий этап – обобщение. Здесь как раз-таки очень важно между этими этапами не сразу же, допустим, а вынашивание, изучение. То есть когда мы задаём наш мозг данный вопрос, то есть мы решаем какую-то идею, например, как мне нарисовать, либо какую-то композицию выполнить лучше. Но тем самым я отдыхаю визуально, эмоционально от данного процесса. Тем самым мой мозг и отдыхает, и он выделяет в дальнейшем ответ, даёт мне ответ на данный вопрос. Поэтому, наверное, некоторые говорят, что можно, допустим, учить, либо что-то заучивать на ночь, либо задаться каким-то вопросом именно на ночь. То есть прочитать, выучить, лечь спать, и утром будет, допустим, ответ. Так, ну я думаю, что можно приступать к следующему. Арта и Шьенца. Стремлению равновесить науку и искусство, логику и воображение. Целостное мышление, основанное на гармоничном, сбалансированном взаимодействии обоих полушарий. Леонардо говорил, точнее как он записал, изучайте искусство науки и науку искусства. Здесь я могу сказать, как раз-таки о, точнее рассказать, немножечко отойти от Леонардо. Вышла такая, точнее в XX веке появились термины, как левополушарный и правополушарный, который ввел в обиход нобелевский лауреат Роджер Сперри. О чем здесь говорится? О том, что левое полушарие у нас отвечает за логику и логическое мышление, а правое полушарие за наше творческое начало. Но нельзя сказать, что как раз-таки тот же Сперри говорил, что в нашем, допустим, он учитывал, наверное, американский опыт, образование нацелено больше на такое однобокое какое-то развитие мозга и мышления у учеников. То есть есть некий ярлык, тот ученик, который, например, больше связан с техническими знаниями, он лучше учится, у него все получается, и в дальнейшем он будет хорошо зарабатывать. А, например, тот, у которого больше развито правое полушарие, который творчески развит, баламут, может быть, двоечник, у него будет все плохо. Но это достаточно такой шаблон. Сейчас мы уже, в принципе, знаем, что это далеко не факт, и мы не можем разделять людей только на… которые связаны с технической сферой, либо с художественной. Потому как даже в живописи и в любом творчестве и логика, и творчество взаимосвязаны. Здесь мы можем вспомнить простой пример – это золотое сечение, числа Фибоначчи. Либо даже киноискусство, которое построено, некоторые кадры построены также на золотом сечении. Здесь можно вспомнить Тарковского. То есть нельзя выделять и разделять данные сферы таким образом, что, например, это более значимое, а вот это мы закроем на это глаза. И как мы можем в данном принципе как-то себя развивать? Здесь как раз-таки можем задаваться вопросом, как происходит взаимосвязь различных между собой вещей, то есть связанных и технически, и творчески. И еще здесь такой момент очень важный, что когда мы, например, начинаем изучать некое направление, то есть это может быть техническое, либо творческое, мы тем самым попытаемся рассмотреть это с точки зрения синестезии. То есть используя несколько чувств и эмоций для понимания того или иного направления, для того, чтобы ярче и лучше отобразить понимание той или иной сферы. Корпоролита. Культивирование правильной осанки, способность одинаково свободно действовать обеими руками физической выносливости и умения владения своим телом. Леонардо отмечает, что он был достаточно хорошо физически развит, он был амбидекстером, то есть человеком, который мог использовать как правую, так и левую руку, и он развивал в себе это. Также он говорил о том, что когда занимался анатомической практикой, он оставил после себя 120 томов по анатомии животных и человека, что преждевременное старение человека связано с атеросклерозом. И лучше как раз-таки учиться сохранять свое здоровье, чем потом его поддерживать, ходить к врачам и пить таблетки. И оставил некоторые советы, связанные с этим. Например, это хорошо укрываться, когда вы спите, замечать и обращать внимание на то, что вы кушаете. То есть такие, казалось бы, очень простые вещи, но они уже давно были и Леонардо были отмечены как одними из самых важных. Здесь говорится о том, что про осанку. Он также выделял очень важную роль тому, чтобы держать крепко осанку, развивать гибкость тела. И когда мы, например, хотим развить данный принцип в себе, нам очень важно не просто следовать неким направлениям, которые, например, очень навязаны, либо как-то модны в данный момент. Необходимо находить собственное какое-то направление, находить некие, например, упражнения, которые будут подходить именно вашему телу и которые будут не нарушать его работу. Поэтому, естественно, когда мы хотим развиться физически, необходимо учитывать разные вопросы и направления с этим связанные, которые будут подходить именно нам, а не нашему соседу. Коносионы. Глубокое осознание из-за массива всех вещей и явлений. Системное мышление. Здесь я использовала просто такую картинку, как эффект бабочки. Философы иногда задавались вопросом о том, повлияет ли дуновение ветерка от мгновения крылышка бабочки в Японии на погоду в Нью-Йорке. То есть здесь уже идет вопрос, насколько все между собой связано, насколько происходит взаимосвязь всех вещей между собой. И тут, чтобы развить данное направление и данный принцип, мы можем создавать, как он советовал, как Леонардо и делал, драконов. Что это значит? Это соединение несоединимого. То есть когда мы соединяем различные виды животных между собой. То есть возникают некие такие образы драконов. Ну и, естественно, это, например, соединение вещей, которые, казалось бы, не имеют ничего общего. Приведу пример. Например, это лапка большой лягушки и интернет. Чем здесь они могут, в принципе, между собой связаны? Если вдуматься, лапка лягушки – это некая прозрачная, перепончатая часть, которая состоит из некой сеточки. А сеть – это и есть интернет. То есть, казалось бы, такая игра слов, но можно найти некое общее. То есть тут уже между словами. Таким образом, нахождение вот такого образа общего между различными вещами мы можем развить в себе данное направление и данный принцип – коносионе. Так, ну что ж, и в данном случае я уже подведу итог. Здесь мы видим ссылки как раз-таки о книге Майкла Гелба «Научитесь мыслить рисовать, как Леонардо да Винчи», Джулия Кэмерон «Путь художника». Здесь мы можем использовать данную книгу, в принципе, курьезита, когда видение дневника она намного лучше здесь описывает. И фильм о Леонардо, истинный Леонардо.